Снова здравствуйте. Несколько дней я не забирал посылки. Все ждал, когда их будет побольше. Вот немножко поднакопилось. Но я не буду вам рассказывать сказки о том, что на почте кто-то что-то там а-ля был удивлен, как делают некоторые люди. А-а-а! Почтальоны были в шоке! Им чихать на это абсолютно, потому что это их не работа. Значит, среди того, что здесь присутствует, есть маленькие разные штучки. И есть крайне интересная вещь, которую я вот очень сильно ждал. Значит, ну давайте по мелочи быстро пробежимся, пооткрываем. Из того, что прям вот не столь стоит обострять внимание. Значит, здесь у нас ручка. Ручка у нас шла, как обычно, плюс-минус в районе 20 дней. Ручка с исчезающими чернилами. Обзор на нее я до этого делал. Ну, как бы вот очередная ручка. Набрал в подарки. А, значит, здесь у нас интересная мелочь. Пришла ко мне за 16 дней. Внутри прячется вот такой вот маленький пульт. По заверению продавца, это универсальный пульт, который должен подходить на все телевизоры. Давайте проверим, насколько это правда. Итого. Я только что его проверил. К сожалению, не покажу, как заново это делается. Значит, для того, чтобы его настроить, нажимаем кнопочку выключения звука. Наводим, дожидаемся, пока появляется значок и пропадает звук. После чего это отпускаем. И пульт, соответственно, полноценно начинает работать. Да, не так много вариантов. Можно переключать каналы. Можно переключать на ТВ-видео. Звук увеличивать, уменьшать, включать, выключать. Ну, в принципе, этого достаточно. Пульт стоит копейки. Идет вместе с батарейкой. Рекомендую к покупке. Продолжим распаковывать дальше. Так, ну, давайте быстренько продолжим открывать дальше. Значит, здесь у нас находится что-то... Я даже не знаю, что это. По какой-то причине у меня трек молчал. Я даже вот боюсь ее открывать ножницами. Вдруг попорчу. Ага. Внутри мы видим... Внутри мы видим... Что мы видим внутри? Это для тех, кто оставляет машину. Бывает, блокирует другую. И вот бумажки там вечно, чтобы подписать свой номер телефона, вечно нету. То ручки, то бумажки. Потом выходишь, на тебя злые не могли уехать. Значит, это вот такой универсальный. Значит, вот сюда мы вставляем присоски. Присосками клеим на лобовое стекло. И вот этой вот штучкой мы стираем и получаем номер телефона. Единственное неудобство, то что он... Ну, видите, все-таки не нашего формата. У него получается 3, 4, 4 цифры. То есть, ну, не совсем возможно будет понятно людям, что здесь написан номер телефона. Поэтому, ну, даже не знаю. В целом, выглядит вполне симпатично. Но вот, к сожалению, количество знаков в телефоне с нашим не совпадает. Брать или нет, решайте сами. А значит, посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас достаточно интересная посылка. Здесь microSD. Карты третьего поколения. Давайте посмотрим, каких тут подарков мне наложил в этот раз жадный продавец. Жадный продавец мне положил адаптер, карт-ридер. Еще один адаптер. И этот поросенок. Очень-очень жадный поросенок. Почему он жадный? Потому что он положил такое малое количество подарков на такой дорогой заказ. Почему дорогой? Потому что, а, здесь 128 гигабайт флешка. Ее цена закупочная порядка 2000 рублей. Это достаточно много. А еще здесь у нас флеш-карта третьего поколения. Она, опять же, стоит примерно тех же самых 2000. В чем ее отличие? Второе поколение R, скорее всего, read 80 мегабайт в секунду. Третье поколение R, скорее всего, опять же, read, чтение 95 мегабайт в секунду. Третье поколение, оно нужно для того, чтобы записывать и смотреть видео, снятое в разрешении в качестве 4К. А флешки имеют все степеня защиты. Вот эти вот флешки, они проверялись, полностью соответствовали заявленным параметрам. Третье поколение не замерял. К сожалению, да, эту флеш-карту, скорее всего, уйдет не мне, поэтому я не буду ее вскрывать. Ну, заявленному совпадать она должна. Значит, дальше. Здесь находятся, опять же, для телефона полезные вещи. Причем, обычно спрашивают, да, для какого телефона? Айфон или андроид? Потому что, ну, все-таки разные оси, да, разные те же самые зарядки. Вот здесь будет подходить и для одного, и для второго. Я их называю лаконичные шнурки. Значит, что они из себя представляют? С этой стороны у нас USB, да, то есть мы либо в компьютер втыкаем, либо в адаптер для зарядки. А с этой стороны, видите, наконечник 8-пин, так называемый, подходящий для айфонов. И можно сделать вот так. Аккуратненько. Оп. И, как видите, да, у нас здесь уже прячется мини-USB, подходящий для всех андроидов. Итого, взяв один вот такой вот шнурочек, вы сможете заряжать и одно, и второе. Значит, маленький какой-то пакетик. Давайте посмотрим, что у нас здесь прячется. Неизвестно, что у нас здесь прячется. Шло оно 19 дней. Это вот единственное, что я увидел по отслеживанию. Но вот не записывал я по какой-то причине этот трек. И не скажу, что у нас здесь находится. Поэтому давайте открывать и смотреть. Аж самому интересно. Ага. Это вот как раз из раздела интересных вещей. Почему я говорю, ребят, подписывайтесь на мой канал, если вас устраивает моя манера рассказывания. Потому что я заказываю разные полезные вещи и делаю на них обзоры. Ну и в будущем стараюсь это делать. Значит, здесь находится вот такой вот маленький замочек кодовый, который, по идее, предназначается для того, чтобы надевать его на чемодан. То есть, одна молния прошла, вторая молния прошла. Для того, чтобы их соединить, вот будет он использоваться. Вполне хорошее качество. Значит, здесь у нас в маленьком пакетике, судя по всему, идет инструкция, каким образом его настраивать на нужный код. Он программируемый. Да, он достаточно хлипко, хлипко он выглядит, но у него задача немножко другая. Задача, чтобы ваш чемодан не открыли и не посмотрели, нет ли там чем поживиться. То есть, свою функцию он вполне выполнит. Также можно его использовать, например, в гостинице. Да, вы остановились на курорте. У нас, тем более, Турцию сейчас открыли. Ну, а что греха таить у нас? И обслуживающие, убирающие номера могут и на наших курортах Краснодарского края, а также Крыма, могут попробовать подумать, а дай-ка я загляну в этот красивый чемодан, вдруг там что-нибудь интересное есть. Да, вы на замочек все это дело закрыли, и они это не смогут сделать. Значит, что у нас тут интересного находится? За 16 дней до меня добежала SSD на 120. Насколько помню, я гигабайт его брал. По заявлению продавца, это оригинальный Samsung. Насколько это так, давайте попробуем посмотреть. Значит, здесь он нам пишет то, что спасибо тебе, дорогой. Да, три шага, и ты получишь двухдолларовый купон. Расскажи об этом продукте, поставь пять звезд. Тра-та-та-та-та-та-та-та-та. И будет тебе купон в два доллара. Два доллара смешная сумма, чтобы ради нее говорить неправду. Значит, правда у нас выглядит следующим образом. Упаковка помялась. Да, то есть, ее было бы неплохо класть в какую-нибудь коробочку. Коробочки здесь не было, поэтому упаковке настал вот такой вот кирдек. В принципе, для меня это, наверное, пока не важно. Но надо понимать, что некоторые люди покупают это для перепродажи, и вот в таком виде это было бы очень нехорошо. Значит, здесь мы имеем на всем понятном китайском и японском языке что-то. И, собственно говоря, сам SSD. Указано то, что он в пятом месяце 2016 года сделан. То есть, очень он свеженький. Выглядит очень симпатично. Единственное, ну, вы знаете, я просто никогда не использовал такие вещи. Да, вот как-то вот он по звуку. Слышите, да? То есть, вот тут такое ощущение, что как будто тут ерунда какая-то полнейшая. Не видел я, как оригинальный должен выглядеть. То есть, что мы видим? Мы видим наклейку, на которой написано 120 гигабайт. Мы видим QR-код. Мы видим достаточно серьезную наклейку с надписью, что это сделано в Корее. Серийный номер мы его видим. Значит, название модели. Ну, достаточно какая-то примитивная на самом деле. Упаковка, при всем при этом цена его 3000 рублей. Это подешевле, чем у нас. Насколько оригинальный и насколько он будет мне полезен, ну, надо будет посмотреть. Потому что этот ноутбук, например, меня очень сильно расстраивает в последнее время. Я очень сильно с него плююсь. Так же, как и с компьютера. Поэтому я заказал два таких SSD. Если вам интересно, насколько он мне помог, я думаю, в одном из следующих видео я смогу про него сказать. Значит, вот здесь у нас находятся за 19 дней до нас добежавшие оригинальные силиконовые бамперы и оригинальная же защитная пленка. Да, к сожалению, так оно и есть. То, что мне присылал MJ. Это были те самые пресловутые оригинальные бампера. Только он их мне присылал без упаковки. Вот, собственно говоря, сама упаковка. Упаковка выглядит симпатично, солидно. Имеет, как и полагается, продукцию с голограммом. Но вот, к сожалению, сам бампер мне очень не нравился. А не нравился он чем? Ну, давайте сразу тогда, наверное, и откроем телефончик и прислоним, посмотрим, насколько он подходит. Причем вот он у нас телефончик. Вот он у нас телефончик. Мы должны его распаковывать. Мы должны его распаковывать. Распаковали и видим стандартную ситуацию. Значит, в нашем случае это силиконовый бампер, пленка и сам телефон. Телефон у нас смотрим, да, видим зелененький кружочек, понимаем, что это 16 гигабайт, видим белую упаковку, понимаем, что это белый Asus Zenfone Max и видим, что он в январе 2016-го был сделан. для тех, кто впервые смоет мое видео, заглядываем вовнутрь, видим адаптер, кабель и переходник на наши розетки. Также, вот я думаю, наверное, надо почаще об этом говорить, ребят, да, вот здесь в инструкции нарисовано, то, что не надо резко вырывать крышку, а нужно подцепить и по кругу, по кругу провести. Иначе вы поломаете лапки, и у вас будут щели. То есть, да, вот здесь вот подцепили и пошли по кругу, по кругу, по кругу, а придете к тому, что надо. Так, давайте откроем один из них. Здесь, конечно, открытый, но для чистоты эксперимента, я думаю, лучше, конечно, вскрыть саму упаковочку и понять, то, что Михаил Владимирович выкинул деньги в пустоту. Это хоть и оригинальная продукция, но она отвратительного качества. Внутри мы видим что-то опять на всем понятном языке. и видим еще какой-то пугольничек какой-то непонятный. Да, Нет, то, что мне присылал MJ в подарок. Наверное, за то, что я у него много взял. Для понимания я посмотрел, у меня вместе с этими тремя будет уже 25 телефонов. я взял у MJ. Вы знаете, вот чем он не нравится. Видите, наделся он хорошо. То есть, здесь, в отличие от бесплатного, в отличие от бесплатного, бесплатного сплошная линия под динамики, здесь из трех частей состоит. но сходится все вполне хорошо. То есть, отверстие все находится хорошо. Вот эта часть достаточно мягкая для нажатия кнопок, но вот видите, он достаточно мягенький. Он очень мягенький и вот мое мнение, что это неправильно. Мое мнение, что это неправильно, хотя может быть для кого-то именно вот такой чехол будет гораздо лучше, чем бесплатный, который идет. Значит, на данный момент ему цена по-моему 600 рублей. Периодически продавец делает на него скидки, отдает его по 400 рублей. По продавцу чехлы продает E-Best магазин или E-Best. Я уж не знаю, как его правильно назвать. У меня была с ним небольшая проблема. В точности я у него заказал Zenflash, который не подошел на Asus Zenfone Max. Мы с ним нашли, каким образом этот вопрос решить, а вот через другой аккаунт, когда я у него заказывал наушники, наушники не пришли. Значит, что из себя представляет оригинальная пленка? Давайте посмотрим. Вскроем ее и посмотрим. не до конца мне понятно, то есть если это скрылось, почему дальше не идет. Смотрите, здесь внутри абсолютно полный необходимый набор для того, чтобы ее установить, убрать пылинки. очень симпатично все запаковано. На самой пленке точно также присутствует наклейка, говорящая нам о том, что это оригинальная пленка Asus. И давайте я ее сейчас вынимаю. То есть вот смотрите, наклеечка на ней тоже есть. Попробуем ее прислонить. Естественно, в связи с тем, что это оригинальная наклейка подошла очень-очень-очень-очень хорошо она подошла. Не знаю, вот двояко у меня к этому отношение. Стекло, конечно, будет лучше, чем наклейка, но за неимением стекла наклейка тоже хорошо. Учитывая, что она идет в комплекте, бампер и наклейка 400 рублей, даже если 600, в принципе, относительно недорого. Мне не понравилось. Мой вердикт такой. Я напишу, конечно, в отзыве о том, да, все вроде как подходит, не буду я его расстраивать, но вот этот у нас дошел за 19 дней, точно так же, да, здесь в пупорожке он запаковал еще одну, один оригинальный бампер и одну оригинальную наклейку, защитную пленочку, так сказать. Значит, осталось у нас открыть еще два телефона, быстренько посмотреть, в принципе, даже не знаю, интересно вам это будет досматривать или нет. Про телефоны, если у вас какие-то вопросы имеются, вы их можете задать в комментариях, я вам постараюсь на них ответить, если это будут мои компетенции, если вам там что-то интересно, прям, ну, так же, да, пленка пампер, также январь 2016 года, если это на самом деле интересный вопрос, наверное, на него даже сниму видео ответ, вот, есть простой вопрос, который бессмысленно будет на него снимать, я просто отвечу, да и все. Значит, от вас просьба такая, если вам нравится видео, сделайте на него репост, поставьте лайк и подпишитесь, если вы вдруг хотите, чтобы я изображал какого-то плавного дурачка из себя и из вас, ну, напишите, скажите, Миш, ну, что-то как-то скучно, вот, видите, eBest их продает, MJ, да, из-за того, что я у него много телефонов взял, он мне этот подарок хотя можете остальным тоже так же. Значит, в нашем случае телефон 12 месяц 2015 какие-то старички пошли. нет, все хорошо, все чин-чинарю, милое дело. Вот, если вы хотите, чтобы я кривлялся, строил дурака из себя и из вас, да, я, ну, абсолютно, напишите, я сниму вам видео, буду рассказывать, как... вау, вы посмотрите, ух ты, посылка из Китая, в ней даже что-то есть, на почте обалдели, сказали, ух ты, ах ты, 8 посылок, обалдеть можно, ну, я сниму такое видео, поржу, просто не понимаю я, зачем это нужно. Значит, еще у нас две упаковки, это конструкторы, конструкторы я заказываю не первый раз, заказывал я их у разных продавцов, вот этот продавец мне как-то вот особенно понравился, понравился он мне чем? Это единственный продавец, который эти конструкторы упаковывают в коробку, очень правильно, чтобы они не помялись, чтобы с ними ничего не стало, он их упаковывает в коробку, я взял, сейчас чуть не порезал, нечаянно. Мало того, что он их упаковывает в коробку, первые были у него, конечно, получше упакованы, он еще делает такой приятный бонус, он кладет пинцет, а пинцет, кстати, на самом деле очень полезный класть, потому что, если его не будет, и вы будете пробовать все это дело какими-то там подручными инструментами для этого не предназначенными собирать, в итоге вы оплюетесь, удовольствия вы никакого не получите, и будет полнейшая ерунда. Значит, здесь точно так же все тоже, тоже, тоже самое, и опять же пинцет. Приятный продавец, вот за пять конструкторов он кладет пинцетик. Конструкторы очень интересное занятие, рекомендую их попробовать, то есть, ну, зашли, взяли в ассортименте несколько, пинцетик, хотя, наверное, даже я рекомендовал бы брать по два, например, одинаковых, для чего, потому что, вполне возможно, вы запорите, и если у вас будет второй такой же, вы сможете продолжить, и хотя бы там из двух один собрать, если у вас не будет, то у вас этого не получится, берите два одинаковых, пробуйте, понравилось, да, обязательно пишите, Миш, нам очень понравилось, спасибо. Всем всего, подписывайтесь, ставьте лайки, до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok